здравствуйте добрый вечер сегодня я хотел бы снова поговорить о такой вещи не вещи а таком понятии ну пусть понятие как время я уже один раз пытался затронуть эту тему скажем так в феноменологически экзистенциально по структуралистом ключе с легкой подачи булата это было названо как в описании постмодернизмом собственно вопроса о том а почему постмодернисты не признают вот что истинный нет ничего не последовал ну вот сегодня я хочу немножко с другой стороны зайти вот и попробовать дать как мне я бы назвал спекулятивным спекулятивное понятие времени как другую возможность вообще мыслить время и обсудить не то чтобы мне нравится такое понятие вот и такой способ мыслить нет но мне бы хотелось обсудить этот вариант и может быть будут какие-то хорошие критические критические высказывания в общем может быть мы сможем а так сказать увидеть какие-то слабые места вот такого подхода значит мне видится мне видится что есть две возможности принципиальной говорить о времени первый подход вот как я назову его так условно феноменологическим даже наверное это не совсем правильно так говорить первый подход состоит в том что давайте как бы примем что время есть уже всегда не то чтобы она объективно объективно ли она субъективно это еще не известно и это может быть и субъективизм и объективизм и бог знает что но мы как бы полагаем время как уже имеющийся мы говорим что мы всегда уже во времени и мы даже не задаемся вопросом то есть мы не можем сказать что время в этом в ходе что время есть результат чего-то другого мы не пытаемся как бы вскрыть механизм возникновения да я в кавычке ставлю это слово времени мы не пытаемся время логически вывести из чего-то иного да дать ему границы и палат или положить основание времени какое-то на вот то есть мы говорим что время есть и это скажем и время есть то при помощи чего мы будем объяснять что-то другое а не наоборот то есть не так что мы вот сейчас время ну не то чтобы сущность вот время это есть последнее одно одно из одно из последних оснований вот так это ну или первых тогда ну смотря в какую сторону мы идем ну в общем я бы так так очень приблизительно назвал бы феноменологическим подходом и мы сталкиваемся с этим достаточно часто вот и скажем булат насколько я знаю стоит на на этой точке зрения и и не только скажем в связи с этим и связи с таким подходом к времени было очень много не при ну как бы неприятия вот какого-то негатива в отношении скажем ретевистской теории относительности первоначально потому что со временем стали обращаться слишком вольно то то есть это было всегда неким неким вот этим последним основанием чем-то неизменным с помощью которого объясняли все остальное а тут вдруг его стали как-то модифицировать его превратили в какое-то пространство в какую-то одну из размерностей и мы утратили там время как бы объяснили чем-то другим вот то есть весь вопрос там надо ли объяснять время да или надо его принять просто как некую данность в которой мы уже всегда всякий раз есть и если первый раз я пытался рассуждать так что вот на том предыдущем семинаре что вот это время она всегда есть и давайте не будем пытаться а доставить опять же какое-то основание времени да то есть не будем говорить о каких-то условиях возможности возникновения времени да опять же в кавычке я ставлю это слово все время потому что возникновение на все время подразумевает какое-то движение все время подразумевает что времени когда-то не было да а потом оно возникло что само по себе опять нас погружает в некое другое время и так далее то есть содержит в себе логическую ошибку так вот другой вариант и я не знаю я называю его гигелевским уже второй день вот хотя на самом деле каким-то косвенным образом такое определение для себя вывел читая все того же там беррида вот до ряда пишет о том что хайдегер пишет о гегеле вот у меня получается такое определение которое опять же там прямо в тексте не содержится но мне кажется что если и тут я апеллирую к нашему сообществу людям более эрудированным текстологически как минимум вот может меня поправят или или действительно окажется что такое определение гегель гегелю принадлежит но мне исходя из каких-то философских интуиции кажется что если даже гигель так не считал или не писал то он просто обязан был бы рассуждать именно так так вот я сейчас просто сходу выдам это определение дальше можно будет пообсуждать мне кажется что время есть форма отношения сущего к самому себе время есть форма каким форма отношения сущего к самому себе для этого сущие должно быть заранее сущие ну а он сущие это то что есть они здесь не говорится про то тождество и говорится просто про отношение в случае с тобой относился нужно чтобы 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 быть тождественным себе чтобы иметь границы она уже должно с собой относиться и вот а вот есть сущие и она вступает отношения с вами с собой и вот отношение ну как но это проблема есть почему есть нечто а не ничто вот только это не это проблема проблема состоит то что каждый каждую единицу времени новое сущее никакой вот опять же ты все время мыслишь как будто время уже есть понимаешь ты уже суще ты есть что значит она есть не во времени она просто есть она может ли мы помыслить сущее вне пространства и времени ну я утверждаю что мы это сделать можем да то есть мыслить сущее вне времени а да да в том смысле я мыслю вот сущее это я уже указываю на время на самом деле нет ну почему же то есть я считаю что здесь вот такой проблемы нет точно так же как мы всегда можем мыслить ну это та же проблема по эта проблема представления вот так я скажу это проблема представления скажем мы действительно не можем мыслить я другого аналогично приятно мы не можем мыслить а некое пространство скажем многообразие да вот как нечто в себе содержащиеся не вкладывая вот это вот ну какую-нибудь искривленную поверхность в пространство больше больше размерности да допустим и не может мыслить плоскость или какой шаг да сферу поверхность поверakov Israel сферу не не вкладывая ее в трехмерное пространство. Тем не менее, мы вполне способны, скажем так же, операционально, математически работать с этой сферой так, как будто никакого пространства, в которое оно вложено, нет. Это возможно. Мы можем описывать вот эту сферу, исходя из нее самой. Но всякий раз, когда мы будем пытаться перейти к представлению, представить себе это, мы, естественно, будем вкладывать вот эту сферу в объемную пространство, но это не является какой-то... Если просто, да, что же называть сущим? То есть, как бы, понятно, что сущие это то, что нам дано, дано в пространстве, во времени. Здесь нет никаких... Еще раз, почему я говорю про спекулятивное? Сущие это просто то, что существует. Да, почему я говорю про спек... Я говорю про спекулятивное понятие, да, то есть, это как логика Гегеля, как вот наука логики. Там нет ни меня, ни восприятия, там ничего еще... Это как бы совершенно другое движение. Это движение спекулятивное, абстрактное. Это абстрактное определение, которое феномологически не обосновано. Оно не указывает нам ни на какой опыт. Оно указывает на некую логическую возможность, я бы так сказал. Логически возможно определить отношения с самим собой, как время. Существенно, это уже дополнительная информация существует. Достаточно просто одно. Одно с... Можно, я... Это можно, но возникнут другие вопросы. Можно? Я изначально думал, что время есть отношение мира с самим собой. Но тоже как бы не самый лучший термин. Можно было бы говорить про целокутность сущего. То есть все сущие... С чем оно может еще соотнестись? Абсолютный дух, естественно. Как раз нет. У него время появляется в становлении. Поэтому там чистое бытие, чистое небытие, это становление. Вот в этот момент... Нет, оно не там, не там, не появляется. Там, там, там. Совсем нет. Нет, не время. Становление у него оказывается. Становление у него тут совсем другой смысл, чем у нас. У нас становление, становление во времени. У него Гегель специально говорит, что бытие не становится в ничто, а есть в ничто. И ничто не становится в бытии, а есть в бытии. То есть это в другом смысле. Это тоже становление, но такое, которое не имеет отношения к времени, тем более к тому определению, которое нам дает Антон. Я когда думаю об этом определении, конечно, если очень хочется его именно Гегелевским сделать, я бы сделал так, что вместо сущего или вместо мира я бы поставил Абсолютный Дух. То есть Абсолютный Дух, когда он относится с самим собой, это отношение и есть время. То есть форма этого отношения и есть время. Причем я что хочу здесь отметить. Нам всем понятно, что любое отношение с самим собой нуждается во времени. То есть неплохо было бы, что время было, и тогда мы сможем соотноситься с самим собой. Когда я говорил про феминальное время, опять же я говорил про тождество с самим собой, про интерсубъективность, которая есть уже в моем же отношении к самому себе. И уже имея время, на основании времени всегда легко развернуть это отношение к самому себе. Но здесь очень важно в этом определении, что говорится о том, что это отношение к самому себе и время это одно и то же. Вот что здесь важно. То есть форма отношения к самому себе и время это одно и то же. То есть это не так, что во времени вот это отношение будет разворачиваться, которое предпослано заранее. А нет, само разворачивание отношения к самому себе и есть время. Да, и при том, у Селега Духи совершенно ни при чем. У Олега Михайловича Духи точно так же и не получается. Не в гигеле, ни в каком-то другом смысле. Потому что это именно отношение сущим самим собой. У Олега Михайловича Духи тоже самое описывается. Только этим сущим уступает само сознание, которое с самим собой соотносится и возникает счет. На самом деле... Который как бы указывает на время. Мне кажется, что вот насчет сознания, я думал. Ведь отношение к самому себе, мы привыкли уже думать, что это некое самосознание и так далее. То есть когда нечто соотносится с другим, мы вводили определение сознания, но не все, но многие, определение сознания как способность соотноситься. Соответственно, способность соотноситься с самим собой, хотя это не совсем способность, мы уже бы назвали тогда самосознание. Но здесь интересная ситуация. Нет, самосознание – это сущие, 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 сущие. А не соотношение с собой. Сознание для того, чтобы быть сущим, это чем-то должно себе сохранить во времени. И поэтому без относения самосознания и сущих. Напомню, мы долгое время занимались вопросом, как бы, возможно ли рефлексия, и как она возможна. Или это есть некий философский миф, то есть отношение субъекта к самому себе. Потом мы смещали этот вопрос, говорили про отношение сознания, про два субъекта и так далее. Но изначально был вопрос в том, что вот как же так, да? Вот субъект... Так, сейчас... Не пугает. А знаешь, какая проблема есть? Вот есть проблема счетного ряда. Это немножко другая проблема, но она рядом с этим. Дело в том, что невозможно дать определение, что такое счетный ряд. Для того, чтобы его дать, мы заранее должны знать, что такое счетный ряд. То есть счетный ряд как бы предшествует своему определению. И получается ли так, что здесь та же самая проблема? Невозможно дать определение времени, поскольку ты заранее знаешь, что такое время. Ты должен это знать, чтобы не зайти к определению времени. Это вопрос о педагогике. Да. Нет, это не вопрос исущего к вопросу. Нет, это вопрос не педагогики, потому что на самом деле то, что ты пытаешься, как мне кажется, эксплицировать, есть не что иное, как экспликация счетного ряда. Нет. Нет. Нет, совсем нет. Потому что здесь нет никакого... Во-первых, счетный ряд это... Ну, по поводу этого определения можно поговорить еще вот в каком ключе. К каким последствиям оно приводит? Во-первых, время, введенное таким образом, оно оказывается, ну, как минимум, каким-то цикличным. Это действительно время повторения какого-то. Оно не обладает, так вот, на первый взгляд, да, это очень сложно, мне кажется, из него какую-то вывести, какую-то линейность или какую-то необратимость, вообще какую-то направленность движения. Вот. В этом отношении сущего с самим собой или несущего, а подставьте сюда, что-то, да. То есть, это такое время, которое, в общем, оно не очень-то совпадает с феноменальным временем, с одной стороны. Я хочу расширить немножко, он понятнее будет. Значит, если мы говорим об отношении сущего с самим собой, то это в отношении есть два аспекта всегда. Аспект торжества и разницы. Так вот, аспект торжества, это будет ассоциироваться со временем, а аспект разницы будет ассоциироваться с пространством. Ну, нет, я не согласен. Что такое пространство в таком подходе? Пространство это отношение с иным. Я это хотел сказать. В данном случае и самим собой, себя, понимаешь, как иным, как развлечения в пространстве, а торжество, которое сохраняется, это торжество времени. Но это уже другой, как бы, это какой-то другой этап, действительно. Я хотел... Это не так действительно понимают, достаточно в ранней философии. Вот Дикар примерно так, по-моему, и понимает это дело. Здесь же речь идет от попытки отличить Вадима на гигиевское высокое понимание от того, которое существует у Ханта и Меговицына. Да. Вот. А пространство, Игорь, опередил меня, но он умный человек, да. А я действительно хотел ввести и понятие пространства. То есть пространство оказывается формой отношения сущего с иным. Не хочется говорить с другим сущим, да, потому что сразу будут вопросы, откуда два возникли, да, и так далее. Вот. Сыны. То есть как только сущие соотносится с собой, мы говорим о времени. Как только оно соотносится с иным, мы говорим о пространстве. Само соотношение, вот сам факт соотношения, сам факт соотношения может быть либо в положительном, либо в отрицательном смысле, либо в торжестве, либо как иное. Вот сам с собой, когда я соотношусь, если я не различаю в этом отношении ничего, то и нет соотношения. Это какое-то другое уже соотношение, понимаете. Да, потому что это форма, как таковая, надо очень важно. Видите, временное отношение, оно не отождествляет и не различает, оно уничтожает, понимаете. Предмет сам себя, ну не предмет, а вот это сущее, соотношаясь с самим собой, вот этим способом, во временной форме, он соотносится с самим собой, он сам себя как бы уничтожает, сам себя пожирает, он сам себя замещает. Вот. Ну так получается. Да, и самое важное понимать, что в таком вот определении время, оно не дано объективно. То есть время является безусловной формой, формой торжества. Да, да, но форма... Но она дана объективно, поэтому момент негации, момент позитивности мы не можем положить тоже объективно. Различить его не можем, это очень важно. Может быть, Антон дальше сможет различить эти моменты. По крайней мере, сейчас это не видно. Это очень сложный вопрос, потому что это действительно кегревское положение в смысле науки логики, которое вот это самое... Оно, вот это, оно, безусловно, время является формой, но эта форма не дана нам объективно. А вот леканта, она нужна дана объективно, хотя вот тоже очень хитрым образом. А здесь не дана. У тебя, Антон, в тожестве время есть. Не могу ответить на этот вопрос. Соотношение с самим собой. Историчь фагета, тожества, и пока еще тожества нет. Нет, я не знаю, тожество это или нет. Антон, смотри, феноменологическая задача. Булат, ну еще раз. Вот я начал с того, что можно феноменологически рассуждать. Я с радостью готов рассуждать таким образом. И это интересно, и я целый семинар этого... Не надо положить на феноменологическое, чтобы оно... Невозможно это. Совершенно разные посылки и основания. Мы говорим не о времени, а о каком-то определении чего-то. Непонятно чего. Мы говорим о вообще как бы другом способе философствования. Мы говорим о вот таком спекулятивном... Это замечательная интуиция времени, я не имею ничего против него прочего. Красивая, сильная интуиция времени, действительно, гегерская. Главное, очень простая, короткая. Простая и сложная одновременность. Можно как бы это все-таки феноменологи чуть-чуть? Хотя я называю феноменологи, может, по-вашему, это будут спекулятивные. Спекулятивные. Но смотрите, для того, чтобы нам задать точку отчета, нужно что сделать? Нужно, чтобы что-то одно сохранялось, на фоне чего-то движучее все. Вообще, как точка отчета задается? А откуда возникла точка отчета? Вот это все откуда возникла? Я просто объяснил, как точка отчета берется. То есть, на самом деле, получается, что если переносить этот разговор в определенное время, нам надо заранее знать, что что-то стоит. Основание того, что ты утверждаешь, ты думаешь, что сущему себе равно. Нас здесь, в каком-то смысле здесь нет. Понимаешь, что я само, самим собой начинает относиться, и ему ничего не нужно для этого знать. Сущего нет. Ну как это сущего нет? Не даже бытие, на самом деле, они сущие. Потому что сущего еще нет. Есть только бытие. Сущие, поскольку на самом деле, это некая уже определенность, которая сохранилась как определенность. Хотя бы такая определенная, что она существует, или какая-то другая. Возьми ты мир, опять же, определенность. Возьми там все что угодно, ты возьмешь, где будет определенность. А если ты говоришь бытие, то тогда ты ведь не ставишь бытие, чтобы бытие с собой соотносится. Это будет что-то уже нелепость какая-то. Ну а бытие, так говорим. Не о бытие же говори, но это сущим, просите. Так я говорю, что в основании лежит сохранение сущего, чтобы оно было сущим. Хорошо, да. Они ниже не горят что-то сейчас. Просто чисто привязка. Мне из-за вот этой перепалки, в какой момент в науке логики Гегеля возникает тема времени, тут как бы так вот сходу, что я сейчас быстро пролистав, вижу. Во-первых, первичным образом Александр прав, когда говорит, что слово «время» впервые появляется в обсуждении того, что есть в становлении. Но тут такая штука. Оно там появляется в одном из там третьих или четвертых разъяснений, в рассуждениях о Якобе. И вообще там это выглядит как просто упоминание слова, а никакого определения, вот что же такое есть время, там не находится. То есть обратите внимание, да, на том уровне, где вот есть только лишь бытие, небытие и некоторое их становление, вот как бы никакого определения, хотя бы отдаленно похожего на то, что говорит Антон, там нет. Зато нечто весьма похожее существует уже далеко дальше в тексте, в главе «количество». Говоря о чистом количестве, о чистом количестве, вот он дает мимоходом такое определение времени. Ну тут заодно, конечно, пространство и время, это как бы парочка такая необходимая. Это про точку, линию и пространство? Нет, нет, нет. Нет, смотрите, вот у него как это звучит. Время – это абсолютное выхождение вовне себя, порождение одного момента времени теперь, которое есть непосредственно уничтожение самого себя и постоянно возобновляемое уничтожение этого прихождения. Так что это само порождение небытия есть такое же простое равенство и тождество себе. Как бы то ни было, это вот такая типичная гегелевская формулировка, но она некоторым образом, по-моему, коррелирует с тем, что говорит в качестве определения Антона. Это все-таки отношение с собой. И тут ты совершенно прав, Булат, когда ты говоришь, что на почве просто бытия, этого соотношения с собой ты не получишь. Потому что у тебя нет способа высказать вот эту внутреннюю разницу, то, что было дало бы тебе отношение. Но на том уровне, когда ты уже настолько далеко продвинулся в определении сущего, что ты можешь говорить о количестве, пусть даже только о чистом количестве, вот здесь уже есть основания для установления внутреннего отношения, действительно, внутреннего различия. И тут уже можно дальше продолжать. В каком смысле это равенство себе, неравенство себе, уничтожение себя, неуничтожение себя. Вот только здесь. То есть все-таки, на мой взгляд, слово было выбрано аккуратно. Речь идет о сущем, то есть о том существующем, что уже обладает достаточно развитой понятийной, с понятийной точки зрения, неопределенностью. На уровне сущего есть хотя бы теоретическая возможность. Другое дело, что как надо все-таки это комментировать, вот это вот отношение с собой. Да? Это же должно быть действительно отношение, это должно быть некоторое отличие самого себя от себя. или тоже отличие отношения, оно все-таки подразумевает какую-то качественность. Ну, не качественность, но аспект какой-то, что-то вот, самоотношение. Ну, не только в том случае, если мы его как форму положили в качестве самостоятельного, отличного от самого сущего. Нет, нет. Хайдеггер, дядя, у него же есть сущие ДЗМ, вот оно как раз и есть то сущие, которые с самим собой все относятся и как-то связаны с сомнением. У Хайдеггера есть именно так. Ну, да, да, ну, понимаешь, недостаток, недостаток с точки зрения Хайдеггера состоит в следующем, что у него это просто единственное сущие, которое с самим собой собой. И время всегда будет таким как бы субъективным, каким-то частным, условно говоря, внутримировым и принадлежащим этому ДЗМ. Да, но строго говоря, конечно, его нельзя назвать субъективным или объективным, потому что ничего, кроме этого ДЗМ, на самом деле нам и недоступно. Поэтому просто этот вот слова субъект-объект надо выкинуть и перестать с ним обращаться. Согласен. Вот, но Сатер, например, который вот в бытии ничто практически на тех же позициях, что Хайдеггер, он битым словом говорит, что вот вещи, которые столы и стулья, они, можно так вот на секунду сказать, что они относятся самим к себе, но это отношение какое? Это отношение к дождеству. А значит, говорит он, это никакое не отношение. Поэтому это просто в себе бытие, равное себе. А то, где речь идет об отношении с собой, вот это, то, что у Хайдеггера дозаин, то, что у Сатера для себя бытие, и там вот эта вот вся песня опять разворачивается. Поэтому, поэтому то, что предлагает Антон, оно как бы шире. Потому что это способ сказать, что всякое сущее, будучи во времени, как бы, что это означает? Это означает, что оно находится в отношении с собой. И для Хайдеггера, для Сата этот разговор вообще закрыт. Они не могут такого сказать. И подумай, они так не могут. Я по поводу тождества и различия, наверное, действительно, это очень важный момент. И я просто как бы, ну, поскольку недавно об этом стал думать, еще в этом направлении двигался. Вот. Но мне тут кажется, что вот когда мы говорили про сознание, мы говорили, что сознание, допустим, есть способность соотноситься. И я представлял себе все время, что, так сказать, что это некая структура, некая форма, так сказать, форма, да, способ бытия. Вот способность, то есть соотнесенность. Вот есть одно, есть другое, и они соотнесены. И они соотнесены не в смысле тождества, не в смысле, там, различия. Когда субъект соотнесен с объектом, да, в классической философии, вот, это же тоже соотнесенность, но это не соотнесенность тождества или различия, это просто способность как бы отнестись, да. Это, ну, это встреча как бы какая-то, да, то есть одно встречается с другим. И здесь я когда говорю про форму отношения к самому себе, я... Изначально развлеченность. Субъект в объект, изначально развлеченность есть. Нет, 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 потому что субъект не является объектом. Понимаете? Если бы... Нет. Объект мы уже развлечили. Но они, 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 они различены не, как бы, не в смысле, не в смысле какой-то чтойности, они различены способом бытия. Да, да, но различены мы изначально берем к различенному. Ну, может быть, может быть. Нет, если там, мы говорим в этом смысле. Нет, а с темиологического, так, так, это не изначально ничто не берется. Ну, есть некая изначальная развлеченность и все. Ничего мы не берем, как бы, это так уж устроено. Ну, я просто хотел сказать, что это время, да, время, как форма отношения с самим собой выступает не в смысле торжества и различия, а в смысле возможности встречи. Вот в таком смысле. То есть, сущие может встретиться с самим собой и это всегда реализуется и это как бы механизм реализации этой встречи это время. Вот как-то так. А механизм встречи с иным это пространство. Вот механизм соотнесения. Ну, не механизм, форма опять же, да, вы меня пытаетесь бить, ну, не пытаетесь, я сам себя. Почему-то вся деятельность относится к субъектам. Я понимаю, да. Ну, что ж теперь. Ну, я предлагаю... Я тоже понимаю, что время и пространство, только относительно субъекта данных. Да. Ну, я не хочу такого определения, потому что, понимаете, мы сразу погрузимся в неразрешимую ситуацию какого-то объективного времени, времени науки, какого-то времени, так сказать, предметного, наличного, и времени вот этого внутреннего, ну, да много во что мы погрузимся. Вот. Вот такое предложение. Хорошие предложения. Если мы берем... Суще нас не ограничено ничем, да? То есть, никак не определяем ничто. То есть, ну, допустим, если мы берем абсолют... Ну, нечто есть. Да, берет абсолют. Абсолют сам собой относиться не может. А почему? Вот как раз, ему-то как раз проще, потому что, с кем он еще будет относиться? Он не будет абсолютно... Понимаете? Нет, нет. Вот как раз, когда, вот почему, как бы, я сначала думал про мир и, так сказать, про сущее в целом, потому что ему, так сказать, ну, по необходимости оно будет относиться с самим собой, потому что, с чем же еще ему отнош... И, вот, эта попытка отнестись самим собой, да, просто ничего другого нет, порождает сущее. Ну, порождает, нет, порождает, порождает, как бы, вот уже, сущая во времени, сущие движения. То есть, попытка помыслить абсолютно... она пытается, это не аплутанизм, изладать, что такое... Ну, по сути, да. Нет, За счетом, это происходит, как бы, из попытки мыслить эту самую ситуацию объективно. Вот он, проблема стоит, что ее надо как-то мыслить иначе, мыслить объективно. Да? Я же нельзя могу мыслить объективно? Или можно? Что ты имеешь в виду? Ты, можешь сказать, что... Ну, наукологике, она, в отличие от феноменологии духа, наукологике, мне кажется, да, она все время излагается с какой-то позиции такой, даже не то, что мы, да, а вот всегда с такой позиции объективной. Нет никакого опыта, и я говорю, что если вот в таком ключе двигаться, мне кажется, определение надо вводить вот как-то так. Нет, определяет так, другое дело, что здесь мы не можем понять время как некую форму положенного объективно рядом сущим. Вот этого же нет. Так это и не нужно, зачем? Да, нет, порождается сущим, то есть самим фактом появления мысли не сущих. Время оказывается вот именно... Порождается не удачно. Не порождается. Время оказывается формой отношения, то есть отношении это то, что исчезает, да, то есть есть сущее, есть другое сущее, да, или то же самое сущее, они есть, А отношение, оно не является сущим, оно не является тем, что есть. Оно есть не более, чем отношение. И в этом смысле и время таково. То есть отношение это не сущее, скажем так. Да. Не то, что его нет. Точно так же, как и пространство, когда оно оказывается формой отношения с иным. Ну да, конечно, конечно. Когда мы берем сущие, мы не можем взять его как одно, оно сразу порождает иное. Порождает пространство. И мы не можем взять сущие как абсолютно. Оно, понятие, вот в этом смысле, надо говорить, что оно не может быть как одно, как бы в двух смыслах. Суще не сущие. То есть оно... Нет. Да, к нему вопрос нельзя сам поставить, одно оно или многое. Нельзя к нему вопрос поставить. Когда мы ставим вопрос, мы расщепляем эти вопросы. Мы считаем, что многое это вторичное. Есть одно, а многое возникает уже из одного. Одно, когда сами собой соотносится, возникает уже множественность. Сначала эта множественность является чистым временем, а потом как бы и все остальное. То есть соотнесенность с собой – это первая как бы множественность. Вот она вот так и в своей чистоте какой-нибудь. В общем, Антон, тебе деваться некуда, кроме как показать, каким образом усложняется, внутренне усложняется сущие, скажем, хотя бы с нечто и дальше. Потому что только вот в процессе вот этого внутреннего усложнения ты можешь показать, что а вот тут возникает такое отношение сущего с собой, которое вот мы именуем временем. Вот тут нужно просто этот вот гейб как бы заполнить. Потому что сама интуиция понятна. Понятно. И вот я за. Самое интересное, что временем не существующее, это несущее. Но оно и остается таким. Временем или нет. Оно есть только тем способом, что лично с собой соотносимое, как эпифеномер. Эпифеномер. Которого на самом деле нет. Отлично. Два голоса за. Кто еще за предприятие Антона голоса? Смотрите, вам все-таки спекуляции больше нравятся. Самое интересное, что с феноменологическим зрением все точно так же и есть. Времен возникло только потому, что, ну как бы феноменологически разговаривали, что сознание само себя сохраняет. И все относительно сознания приобрело в момент... Понимаете, в чем дело, но мы никогда не... Мы не являемся тем самым сущим, который с собой соотносим. Феноменологически здесь есть ошибка, потому что мы все время как бы, мы объясняем механизм, как вот происходит с нами так, как происходит. Вот я сохраняю себя, как же это происходит. А вот это таким способом. Фенология подразумевает уже время и пространство. Фенологически нас много уже. Фенологически мы уже как бы иметь СРС. В середине бытия мы уже видим, как оно устроено. Другое дело, что отсюда можно стартовать и пытаться как будто строить метафизику. Но это уже спекулятивная метафизика. А как раз суть-то как бы и состоит в том, наверное, чтобы увидеть время, как оно есть, а не придумать какие-то определения. Потому что здесь фактически что сделано? Есть некое рода правдоподобное тождество, ну или там как-то отношение между тем, что ты сказал в виде определения времени, и тем, что мы понимаем в качестве времени. Но это же надо как-то доказывать. А доказать это никак не возможно. Нельзя стать третью позицию и их сравнить. Ну, конечно, нельзя доказать. Нет, это можно доказать, как сказал Игорь, системой некой. То есть, когда тут стоит на систему, он не то что доказать, а предпределить это, обосновать. Обосновать таким как бы особенным способом деятельность. Это просто богословие, а не просто богословие быть. Тогда почему? Нет, если это читать метафизика, то есть если вот чисто сказать тезис, это ничто. А вот если действительно это будет... Ну, у меня пока только третий. Ну, так. И когда будет логично видеть, а, о, да, то есть пространство, а, то вот здесь время, да, и вот сущее таким образом, и потом, может быть, там появится. Просто из-за меня удивительно было, что, ну, вот, мне пришло в голову это определение, и я удивился, что вот его можно так просто сформулировать. Да, я сам, кстати, удивился. Вот. Что действительно очень хорошо сформулировано и совершенно точно. А я вас утверждаю, что... Мне бы как раз потребовалось, наверное, на слов 10 больше просто. Я утверждаю, что любое определение времени, какое бы мы ни дали, будет указывать нам на счетный ряд. И мы принимаем время как счетный ряд. А вот совсем нет. Нет. Ну, ты так утверждаешь, да, но покажи, что это с необходимостью только так возможно. С необходимостью показать не могу, но вот... Ну, это уже как бы некий аппендикс, я добавлю, чтобы там, для полноты. Странные такие рассуждения. Я стал думать по поводу того, а возможно ли самосознание без сознания. Вот, скажем так, да. То есть, вот, у нас есть отношение с самим собой, но при этом, скажем, нет вот именно сознания как какого-то, как восприятия, я не знаю, как отношения с другим. Вот, то есть, не оказывается ли мир, вот, в целом, да, это уже богословский, вот, богословием займемся, да, не оказывается ли мир, вот, самосознающим, то есть, соотнесенным с самим собой, но при этом не сознающим, да, то есть, не... Ну, вот, как-то так, да. Мы просто привыкли, что самосознание, это всегда... Просто не любое отношение с собой есть. Да, 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 потому что, чтобы оно было самосознанием, должно быть уже и сознание. Да. Ну, вот, и мне кажется, интересно, что вот, возможно, ситуация, ну, по крайней мере, чисто теоретически, да, мы можем попробовать помыслить, отношение с собой без сознания. Ну, вот, это, собственно, те вещи, которые, так сказать, тот способ временения вещей, вот, о котором речь идет, то есть, действительно, это расширение, это не какой-то экзистенциализм тут разведемый. Да, кстати, можно, это мое предмещение, ну, я не знаю, можно ли, действительно, вообще, действительно, можно ли вот таким образом спекулятивным, чисто логическим определить, что такое временем, ведь, в самом деле, если у нас есть субъект, то и есть, как бы, некий предмет, на который внимание этого субъекта направлено, ну, вот, то, как бы, в поле внимания предмет меняется, и тем самым, как бы, порождает время. То есть, ну, грубо говоря, едет машина, мы за ней наблюдаем, то, что это одна и та же машина в разных точках, как бы, это связано с тем, что мы просто удерживаем ее в своем внимании, но в то же время мы видим и изменения. Ну, да, я согласен, но просто опыт, да, опыт занятий философии показывает, что, ну, как только мы пытаемся вот так проговорить, как бы, все эти дополнительные слова, вот, про субъект, про, ну, как бы, в целом описать ситуацию, мы в итоге сталкиваемся с какими-то непреодолимыми противоречиями, так сказать, и не можем двинуться дальше никак, и вообще не можем ничего позитивного сказать, вот. А может быть достаточно такого, ну, короткого определения, которое в себе содержит мысль, да, оно как бы подвисло в воздухе в каком-то смысле, да, оно не обосновано предыдущим движением, от вот этого какого-то бытия и небытия и так далее, оно дальше, да, не разворачивается в какие-то последующие шаги, что было бы, наверное, интересно, вот, там, с различием и тожеством, вот. Но при этом оно все-таки содержит в себе какую-то совершенно конкретную, достаточно понятную мысль, как бы, какой-то конструкт мыслительный, его можно воспринять, и можно таким образом различить, можно вот таким образом различить пространство и время. То замечание... Нет, не вдаваясь в то, что такое сущие, почему сущие это сущие, почему оно есть, как их много и так далее. То замечание, которое сделал Александр, что, значит, говоришь об отношении, о форме, как бы, отношения сущего к самому себе, но действительно отношение это либо какое-то тождество, либо тождественное, либо развлечение. Ну, вот. Ну, это уже дальнейшее. А я не уверен, что так, да. А отношение, а может отношение это приятие или отторжение, да. Такое тоже бывает отношение, да, между людьми, допустим. По-разному можно понимать отношение. Вот. Но отношение это соотнесенность. Это значит, что одно стоит, так сказать, против другого. Одно соотнесено с другим. Вот этого достаточно. Когда мы говорим про тождество или различие, мы все время представляем себе, там, вот это вот, а не равно, там, б, допустим, да. Или а равно а, если про тождество. Вот. Мы их так соотносим. Но это не единственный способ соотнесенности. Вот. Я не знаю, мне кажется, что вот различие и тождество, они, ну, как бы здесь преждевременно, вот, как минимум. А отношение? А отношение в самый раз, вот оно как раз вовремя. Но минимум, это отношение, оно, все-таки, тоже требует какого-то обоснования. То есть, что значит отношение? Что это такое? Ну. Сущие еще. Мне кажется, отношение это как-то вот что-то самопонятное. Вот такое. Что-то. То есть, отношение, это, грубо говоря, ну, вот так, если так математическим языком, так сказать. Это, как бы, да, функция некой пары, которая дает, как бы, это выражение дает нечто среди. Это тоже что-то еще, что надо обосновать. Но в любом случае, в любом случае, если подойти к любому человеку, и даже к самому мудрому философу, и сказать, скажи, пожалуйста, а что такое отношение сущего к сущему? Сколько человек думать, не будет у него отношение сущего к самому себе? Мне кажется, отношение сущего к самому себе. Да, 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 извиняюсь. Отходите так на улицу, он говорит, время. Отношение, когда мы говорим отношение чего-либо, грубо говоря, А к Б, да, то это означает, что помимо А и Б мы еще имеем некое С. Потому что... Но это не так. Почему не так? Само по себе отношение... У нас же сказано, что и сущие отношения с самым сущими. Нет, само по себе отношение это уже что-то нечто сверху. Сверх того, если нет, я понимаю, что ты хочешь сказать, и действительно, вот это, ну, как бы, это такая ловушка, проблема, да, мы как только говорим отношение, мы его, как бы, все время пытаемся объективить. Мы делаем из отношения тоже некое третье сущие. Вот есть А, есть Б, А, есть их отношения, отношения становятся чем-то самостоятельным, да, вот, как там ваши отношения, да, все с ними хорошо, и так далее, да, вот, как будто бы это вот тоже что-то существующее. Ну, ну, и со временем так же. Мы и временем периодически мыслим, как пространство, мы, как бы, мы тоже постоянно его объективируем, ну, да. Нет, ну, это, да, понятная трудность, вот, попытка дальше чуть-чуть развить мышление, ты неизбежно наталкиваешься на то, что слова уже нагружены каким-то смыслом. Ты должен с этим смыслом как-то считаться. Но это же считаться не означает, что просто молча принимать, что вот они имеют некоторый смысл. Ты просто можешь переопределять смысл. И тогда, переопределяя смысл, твой текст как бы так и движется, да, то есть ты привычное слово отношения, вроде бы, самопонятное, да, переопределяешь, придаешь ему больший смысл, так сказать, тот, который... Какой-нибудь более широкий, да, вот. Да, придаешь, как бы, более точное для твоих нужд значение и тем самым продвигаешься, тем самым ты потом можешь отвечать на вопросы, что там... Нет, минуточку, я не хотел сказать третье сущие, то есть я не беру эту субстантивацию отношений. Я хотел сказать, что когда есть отношения А и Б, это значит, что... Ну, понятно, на основании Ц. Да, да, именно, что мы теперь, когда мы установили отношения между А и Б, то теперь мы можем сказать об этих А и Б нечто большее, чем мы могли о них сказать до установления этого отношения. А, вот оно как. Ну да, это, кстати, чистая правда. Именно поэтому, кстати, нужно некоторое движение в подкреплении или в разворачивании тезиса. Потому что, как бы, твой тезис станет, ну, просто более богатым, да, то есть в нем, как бы, больше смысла образуется. И это, по-моему, просто... Пора писать наукологии, конечно. Да, да, да. А помните, вот вы, кстати, по-моему, не ходили, Апостола уже предлагала, когда мы с ней читали наукологию, Апостола уже по-русски, да? Да, вот ты зря смеешься, что она говорит, слушайте, какой плохой текст. Вот просто реально плохой текст. Это плохо написано. Говорит, давай я напишем это заново. Не будем ничего отсекать. Чеш, когда он сказал. Это Гегель. Да, это Гегель. Ну, просто нормально его изложим. Вот без вот всей этой вот мутатине, которая присутствует в импедической книжке. И, по большому счету, ну, мы не смогли это сделать, потому что мы были салаги. Вот. Но так по существу, это, по-моему, вполне себе возможное дело. То есть, вот, ну, наконец-то написать. Ну, то есть, понятно, что есть вот три тома, там, или как-то там, два тома считать, неважно. Но просто там же... Да, начать перевод смыслов. Знаете, есть такой перевод, это текст в смысле, как бы филология, есть перевод текста в смысле смысла. Ну, в некотором роде. Да, в некотором роде. Еще мне что-то такое тоже было добавить ко всему этому пиршеству духа. Да, я забыл. Пиршество науки логики. Да, ну, очень надо понимать, что само определение вот этого времени, оно, как бы, противопоставит всему духу науки логики. Потому что науки логики, все-таки, саморазвитие понятия какого-то. А чем интересно время, тем, что оно, как таковое, оно, есть некие упражнения в аскезе, то есть, оно не предполагает само развитие понятия. То есть, время ни в каком случае не восходит по какому-то кругу, в том числе у него платоническому или гегерскому. Оно остается вот как некая такая вот вещь, полностью законченная, не требующая своего развития. Времени не надо двигаться, двигаться сущая еще. Да, ну и не надо двигаться. Сущая развивается. Это очень-очень интересно. В момент, в момент развития сущего, да, один из моментов, да, посможет, покажет, что такое время есть. Да, именно так. Ну, пожалуйста, а потом движение идет дальше, а время остается в времени. Да, потому что очень важно видеть, что время все время стоит рядом. Оно как бы, как и пространство, кстати. И пространство и время, они стоят рядом с философией всегда, всегда остаются рядом, но никогда не участвуют в движениях, пока не в гегерском смысле. Ну, как любые определенности, любые определенности так остаются. Но это не определенности. Ну, как стол остается столом? Ну, время не так. Мы совсем в этом смысле. Тол как бы легко готовы. Гегер перемолит стол, да, и ничего не оставит. А вот со временем и пространство... Не поздоровится, да.